Хелло, носенька, сей винтер! И сегодня я покажу вам топ-5 пародий на популярные игры в Роблоксе. Ну что ж, погнали! Что ж, ребята, думаю вы поняли уже, что плагиат первой игры, ну как плагиат, в общем это копия игры Портал только в Роблоксе. Я думаю вы уже заметили, что здесь есть такая пушка, прям как в Портале. В Портале, правда она тут немного подлагивает, но все равно главное, что она вообще есть. Ребята, эта игра максимально похожа на Портал. Здесь вы также можете разбрасываться порталами, телепортироваться, проходить разные паркуры с помощью этих, не знаю, порталов. Вот смотрите, я даже какой баг сейчас сделал. Вот так вот туда поместил, вот так вот просто, смотрите, просто имба, понимаете? Просто вот так вот могу бесконечно себе летать и все, ни о чем не беспокоиться. Вот такой вот гениальный механизм я сделал. Тут еще, короче, можно, в общем, паркурить можно себе, там еще всякие фишки делать. Вот сюда, например, я не знаю, телепортировался. Вот, давайте, смотрите. А, э, 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 ну да, так можно тоже сделать, но, в общем, вот, смотрите. В принципе, я думаю, игра довольно достойная и даже очень похожа на саму игру Портал. Что ж, а мы переходим к четвертому месту. Что ж, ребята, следующая игра, это у нас Counter-Blocks. Игра, которую у нас скопировал, можно сказать, Counter-Strike Global Offensive. Думаю, все знают эту прекрасную игру. И, в общем, здесь у нас все-таки же самые режимы, ему нужно идти на точку А или же на точку Б и разминировать бомбу. Блин, что у меня с Сенсой? Я не понимаю. Так, извиняюсь. У меня просто Сенса была слишком большая. В общем, ребята, эта игра действительно очень крутая и очень похожа на, собственно, наш CS GO. Поэтому, ребят, если кто-то любит CS GO, но, к сожалению, у вас не тянет компьютер, то вот можете играть в КБРО. Думаю, вам он довольно-таки зайдет. Учитывая, что здесь действительно такие же режимы. Сейчас я вам покажу небольшой отрывок моей игры в ускоренной съемке. Погнали. Вот, ребята, это был мой геймплей. И, надеюсь, он вам понравился, но мы переходим к третьему месту. Что ж, ну а третье место у нас занимает Майверс. Это у нас, ребята, копия игры Майнкрафт. Думаю, каждый согласится, что Майверс это идеальное место, где можно поиграть в Майнкрафт, если у вас нет лицензии или же вам просто лень скачивать лаунчер, чтобы в него поиграть. Здесь можно построиться. Не знаю, это точная копия Майнкрафта. Посмотрите, здесь даже мой скин. Блин, реально годно. Ребят, смотрите, вот тут даже кто-то домик построил. Вообще очень круто, ребят, смотрите. И здесь ПВП. Вот, смотрите, вот я, например, могу побить кого-то. Убиваю его просто. Здесь даже проработана система зума, как в Майнкрафте. Посмотрите, это действительно очень годная копия. Давайте попробуем кого-то убить, не знаю. Вот, видите, меня кто-то бьет, и мне сносятся из-за этого сердечки. Это действительно очень крутая игра, ребят. Всем советую, кто любит Майнкрафт и любит Роблокс одновременно, играйте в Майнверс. Вот, ребята, вам даже, не знаю. В общем, вот это Майнверс, копия Майнкрафта. Ну, а мы поехали ко второму месту. Погнали. Или же копия Фортнайта. Конечно же, не могло обойтись без Баттлграунда. Поэтому, ребята, сейчас я вам покажу, как здесь вообще играть, в общем-то. Так что, ребята, вот нас как раз телепортировало, не знаю, куда-то там. В общем, ребята, мы здесь, как и в Фортнайте, собираем кучу оружия, можем стрелять друг в друга. Это у нас сейчас, ребята, пока что тренировка. Нифига себе тут пистолет сносит. Это у нас, ребята, сейчас тренировка, и после этого мы уже отправимся, собственно, в настоящий матч. Вот я здесь даже хедшоты, видите, могу сносить по 81 хп, могу даже строиться. А вот, смотрите, короче, тут бесконечная стройка даже. Кстати, это прикольнее, чем в Фортнайте, потому что вот в Фортнайте тебе надо сидеть и искать леса. А тут ты можешь себе спокойно построиться, тут тебе так поучиться, строиться, блин. Тут такая неудобная бинды, такие неудобные, не умею на них играть. В общем, ребята, вот такая вот у нас копия Фортнайта. Сейчас я вам все-таки покажу. О, кстати, а здесь эмоции есть? Блин, я даже не знал. Я в этот режим довольно долго играю, но даже не знал, что здесь есть эмоции, блин. Серьезно, кстати, ребят, этот Фортнайт у нас для бедных, для тех, у кого нет нормального компьютера, для того, чтобы поиграть в Фортнайт. Поэтому, ребята, если у вас компьютер не тянет в Фортнайт, то вы можете спокойно поиграть в этот режим. Так, ребята, давайте, например, на Лил Лейк пойдем. Вот даже, кстати, видите, здесь даже метки можно ставить. Выглядит очень прикольно. На автобусе таком летим. В общем, выглядит довольно, достаточно прикольно, ребята. Мы сейчас выпрыгнем прямо на наш Лейзи Лейк, или как он там называется? Лили Лейк. Да, извиняюсь, я ошибся. И у меня, кстати, есть тиммейт, я сейчас пошел в дуо. Надеюсь, он мне как-то поможет, не знаю. Я просто вам хочу показать, как здесь вообще играть. Вот заходим мы в этот домик, получается. Он, кстати, со мной летит. Так, вот этот наш дом. Отлично. Сейчас мы, короче, здесь будем лутаться. Ага. Кстати, ребята, если хотите видосик по Фортнайту, ну, могу, в принципе, снять. Да, могу, в принципе, снять. Так, ребята, мы вот сюда вот заходим, получается. Здесь вот у нас, короче, оружие тут всякие есть. Мы можем их подбирать, собственно. Вот, вот здесь что есть? Вот здесь есть кирпичики. Мы тоже их можем подбирать для того, чтобы строить. Открываем сундуки. И, да, Холдик любит... Ой, не-не-не, не то, не то. Случайно вспомнил один мем из Бравл Старса. Так, вот берем, короче, всякие патрончики можем здесь подбирать. В общем, в общем, ребят, как обычный Фортнайт. Вот сейчас мы можем даже найти какого-то противника и поубивать его. Вот, серьезно. Только еще бы его найти. В общем, ребята, мы переходим к первому месту. И первое место, ребята, это у нас Оверблокс. Да, ребята, это у нас Оверблокс в Роблоксе. Думаю, все знают игру Оверблокс. И это у нас, ребята, Оверблокс только в Роблоксе. Сейчас мы выбираем персонажа. Ну, я давайте не знаю. Я не знаю никаких персонажей из Оверблокса. Поэтому выберу какого-то трейсера. Ну, слушайте, по-моему, какой-то нормальный персонаж. У него есть... О, господи, что это за скилл был какой-то? Не знаю, какой-то скилл был у него... А-а-а-а! У него телепортации. Смотрите, короче, ребят, мы можем вот так вот обстреливать. Тут перезарядочка прикольная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне показалось, что я сейчас убил своего тиммейта. Что это за читер? Он какой-то читак. Ребят, смотрите, он реально... Как он так передвигается? А-а-а! Нет, это не читерство, ребят. Это у него просто такая способность. А я-то думаю, что это такое? Ну, да ладно. Давайте, давайте, давайте. Убиваем, убиваем. Почти убили. Давай, быстро перезаряжай. На-на-на-на-на-на-на-на. Получай. Где он? Где он? Я хочу хоть кого-то убить. Хоть один килл сделать. На, получи тебе. Получай. На, умирай. На-на-на-на-на. Давайте, ребят, сейчас мы его убьем. Блин, ну у меня очень слабая атака, ребят. Я его, наверное, не убью даже. Ой, так-так-так-так. Все, ребята, я его убил. Это было жестко. Ну, что же, друзья. С вами был Коксидей Виттер. И если вам понравился новый видеоролик, если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok